Хозяйка этой квартиры год назад вызывала какую-то фирму по обработке от клопов, по дезинсекции. Через год они появились снова, но это как бы ничего страшно, потому что это общежитие, тут вполне это возможно. Но посмотрите, как обработала та фирма. Точнее, меня больше интересует, чем обработала та фирма. Какие-то жуткие коричневые подтёки. А также места их основного обитания, эти все стыки, швы, они аж буквально, слышите, хрустят. Они будто стали какими-то пластмассовыми. Хрустят и как будто бы прям хотят, ткань как будто хочет сломаться, лопнуть. И вот здесь мы тоже самое видим. По всем абсолютно швам. Видите, вот это всё. Невозможно отлепить вот так клей какой-то что ли. Поэтому тысячу раз подумайте, каких дезинсекторов вы приглашаете к себе домой. И вот следующий день. Опять мы пришли обрабатывать квартиру. Интересно то, что здесь вызывали дезинсекторов, каких-то нашли с Авито. Они всё тщательно вроде как обработали. Через неделю клопы появились заново. Но на гарантию они не выезжают. Телефон не берут. И последние дни телефон вообще у них недоступен. Опять-таки, вывод. Тысячу раз подумайте, прежде определиться, какую фирму вызывать на свою обработку. Ещё и непонятно, раз не оставили ни договор, ни квитанцию об оплате. Непонятно, чем они вообще обрабатывали. И не будет ли это вредить жильцам этой квартиры. И вот третья заявка за эту неделю с жалобами на недобросовестных мастеров. Сказать, горе-фирму. Они обработали. Полтора года назад в этой квартире поработали. И клопы тогда пропали. Но сейчас они снова появились. Скорее всего, от соседей они заползли. Уже понятно, квартиру сдают. Также и соседям большие щели есть. Но дело в том, что стоит очень ужасная вонь от этого дивана. Они сказали, что, хотя у них и обрабатывали полтора года назад. Говорят, очень сильный запах. Но я как-то подумал, запах и запах. Даже сейчас я стою и очень жутко просто воняет. Не пахнет, а воняет препаратом. Каким-то жутким молотеоном. Тем же карбофосом пахнет. Поэтому вот за эту неделю я уже увидел три таких мастеров. Первый это был, который испортил всю мебель непонятно. Как будто каким-то клеем. Вторые уже не берут трубку и отключили телефон. И третий обрабатывают таким препаратом, который пахнет полтора года уже. Ну и соответственно вредит вашему здоровью. Поэтому думайте прежде, чем заказывать мастеров в свой дом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...